Добрый день! Время новостей на канале ТНТ Тула о самых главных событиях города-региона прямо сейчас в студии Светланы Динброва. Смотрите сегодня в выпуске. Депутаты считают деньги, что получила и потеряла казна региона в 2016 году. Зачем продали стадион? Губернатор отменил решение чиновников и распорядился сыграть в футбол с детьми. Публичные слушания об исполнении бюджета региона за 2016 год проходят сегодня в Тульской областной думе. Сумма доходов казны превысила 64 миллиарда рублей. Это на 1,4% больше изначально заложенных показателей. А по сравнению с 2015 годом поступления выросли на 4,5%. В абсолютных цифрах денег получено больше на 2,783 миллиона рублей. В областном парламенте уточнили, что значительная часть доходов – более 80% – это налоговые и неналоговые отчисления. Остальное – безвозмездные поступления из различных источников. В отношении экс-главы администрации Заокского района возбуждено уголовное дело. Елену Рыбакову подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, преступление было совершено в 2016 году. Рыбакова перечислила из резервного фонда администрации более 1 миллиона рублей на счет подрядной организации. Указанный фонд предназначен для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, связанных с чрезвычайными ситуациями. Однако правовые основания для перечисления денег за выполненные работы отсутствовали. Дело Рыбаковой находится в отделе проследования особо важных дел Следственного управления СК России по региону. В Туле чиновники продали стадион. В поселке Архангельском Зареченского округа с молотка ушел спортивный объект, как говорят, под строительство коттеджей. И это при том, что других мест для занятий спортом в населенном пункте, где проживают почти полторы тысячи человек, 400 из которых дети, просто нет. Местные жители за стадион решили бороться до конца, записали видеообращение и отправили его напрямую к губернатору. И до адресата оно дошло. Тем чиновникам, которые выставили спортобъект на продажу, пришлось отвечать перед Алексеем Дюминым, почему так получилось. И как они теперь планируют возвращать стадион жителям поселка. Каждый день он здесь, но пока еще их стадионе. Миша Вороничев играет с друзьями в футбол, подтягивается на турниках, но уже знает, для занятий спортом нужно искать другое место. Ведь стадион чиновники пустили с молотка. Ну, на выходные могу сходить, на каникулы с папой, с мамой и с братом младшим. И друзья мои ходят, играю в футбол, в баскетбол. Как можно было продать стадион в поселке с населением почти полторы тысячи человек, 400 из которых дети, никто из местных жителей не понимает. Тем более, что другого места для занятий спортом здесь просто нет. Мы подали заявку в Рождественскую, наш отдел, и они нам сообщили, что оказывается 15 мая уже участок был куплен. Поэтому мы очень все сполошились, для нас это было такой неожиданностью. Потому что год назад мы подавали для того, чтобы сделать наш стадион привести в порядок, чтобы здесь были беговые дорожки, чтобы какие-то мероприятия проводили, соответственно спортивные соревнования. Сейчас же, как говорят, здоровый образ жизни должен быть на первом месте. И вот узнали вот такую неприятность. Не добившись правды у местных чиновников, жители Архангельского написали в виде обращения к губернатору. От имени ребят и всего села Архангельского просим нашего губернатора оставить нам наш стадион. Когда обращение жителей поселка попало к губернатору, чиновники заерзали в креслах. Глава городской администрации Евгений Авилов заявил, землю продавали не они, а Министерство имущественных и земельных отношений. Вернуть жителям Архангельского стадион чиновники должны будут в ближайшее время. И не просто вернуть, а еще и благоустроить. А шестилетний Миша Вороничев вовсю готовится к предстоящему матчу с сити-менеджером. И в своей победе не сомневается. Сергей Речиц, Игорь Щепотьев, Тульская служба новостей. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Делитесь своими новостями. Телефон редакции 254545. Смотрите Тульскую службу новостей на канале ТНТ в 14 и 19.00 ежедневно по будням. С вами была Светлана Демброва. Увидимся. А пока реклама. Субтитры подогнал «Симон»